МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Родители, мы дома. Нет никого, что ли? Куда это они в такую рань? Мам, пап! Да никуда они не собирались вроде. Ну, может, спят? КРИКИ А-а-а-а! Папа! Мамочка! Что? Аня, Сутя, тихо, 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 тихо. В квартире на Клещатике на пороге спальни нашли мертвыми генерал-полковника Алексея Степановича Казанского и его жену Ольгу. Их обнаружили дочь Наталья и домработница Анна, которые вернулись домой после выходных, проведенных на даче. Генерал погиб от пули, пущенной в сердце, а его жена была задушена. Женщина сжимала в кулаке покрывало. Рядом с генералом на полу лежал пистолет ТТ. Все очень походило на то, что военачальник задушил жену, а потом выстрелил себе в сердце. Расследование поручили следователю прокуратуры Андрею Кравцу. Что я вам скажу, генералы так не стреляются? Ну, почему же? Очень даже стреляются. Что вы говорите? Если бы боевой офицер решил покончить жизнь самоубийством, он бы точно стрелял себе в голову, чтобы наверняка. Согласен. А жена? А жена? Я не удивлюсь, если это именно она его и довела. Ой, а что это такое? Видите? Какой-то порошок. Вы знаете, что это? На первый взгляд, тальк. Но мне понадобится экспертиза. Тогда срочно отправляйте на экспертизу. Обязательно. А что тут у нас? Интересно. В доме все перерыто. Но, похоже, ничего не вынесли. Что это означает? Что сами хозяева и рыли. Молодец. Справляешься. Похоже, генерал жену придушил. Потом чего-то искал, не нашел. И застрелился. Вот в сумочке убитой Казанской я нашел сертификат и внешпосыл торга. Она работала в этом учреждении. Угу. А вот тут в сейфе, смотрите. Здесь, вероятно, было оружие. Это вашего отца? Шкатулка с украшениями. Генеральская жена, похоже, цацки любила. Посмотрите, возможно, что-то пропало. Цепочка. Серьги. Алексей Степанович дарил. Да нет. Все на месте. Что у тебя? Интересная ткань. Зацепила за стол. Скажите, у вас есть вещи из такой ткани? Дай-ка. Не наше это. Отправляй на экспертизу. Андрей Иванович, можем вас на минутку. Да. В руке убитой я обнаружил вот это. Что это? Алмаз. Причем достаточно большой и достаточно правильной формы. Бриллиант, что ли? Я вас умоляю. Бриллиантом он может стать только после огранки. А сейчас это обычный алмаз. Но который имеет все шансы в будущем превратиться в прекрасный бриллиант. Можно? Можно. Я пальчики уже откатал. Вам знаком этот камень? Да в тот день не было такого у хозяев. Это не наше это. Генеральская семья жила богато. Казанский сразу после победы переправил в киевскую квартиру трофейную мебель и предметы старины. Он тогда служил в звании генерал-майора. Затем командовал воинской частью в Польше после округом в северной части Советского Союза. В крае богатом на золото и пушниру. И в звании генерал-полковника вышел в отставку с большой пенсией. После окончания войны за высшим офицерским составом был закреплен целый ряд привилегий. Особенно это касалось тех, кто руководил воинскими частями так называемого спецконтингента в странах социалистического лагеря. У них было все. От спецпайков с деликатесами до квартир в самых престижных районах столиц Советских Республик. Обстановку для квартир военачальники приобретали за границей. Люстры, технику, мебель, сервизы. Привилегии сохранялись и после возвращения на родину. Военные получали сертификаты внешпосыл торга. Самыми престижными были те, что без полосок. Такие были только у дипломатов и граждан, работавших на территории развитых кап-стран. Отоваривались они в спецмагазинах, которые носили названия в зависимости от национальных особенностей местности. Березка, Каштан, Ивушка, Чинар, Дзинтарс. Следователь видел, появляются первые косвенные доказательства того, что кто-то был еще в доме. Странный выстрел в сердце, нитки, алмаз, который не опознали ни дочь, ни домработница. Но если убийство совершил кто-то третий, то какой у него был мотив? На этот вопрос следователь пока ответить не мог. Оперативники занялись опросом соседей. Криминалист сделал смывы с рук генерала и изъял его одежду на предмет обнаружения следов пороховых газов. Ночью слышала выстрел, но так и не поняла, что это было. Я подумала, наверное, что-то забивают. А вот недели две назад у Казанских часов в десять вечера был сильный скандал. Вроде у Ольги день рождения был, гостей было очень много и гуляли шумно. А потом я услышала на лестничной клетке, ругались. При мне, в моем доме, гад недобитый, вон отсюда! Еще раз увижу, убью! А вам знаком тот, которого он с лестницы спустил? Нет, вы знаете, я его раньше здесь никогда не видела. А приметы у него какие-нибудь были? А, кстати, очкарик. У него еще следили очки, когда он падал. И вот такие стекла на этих очках были. Представляете? В тот же день версия самоубийства генерала рассыпалась окончательно. На пистолете, из которого он якобы застрелился, не было его отпечатков. К тому же выстрел произведен в область сердца немного под левым углом, а Казанский был правша. И главное, отсутствовали следы пороховых газов на руках генерала и его одежде. Похоже, это двойное убийство. Наташа, дочь убитых, рассказала об инциденте, который произошел на мамин день рождения. Причины конфликта она не знала. Находилась в комплекте, когда разгорелся спор. Выглянула. Отец выталкивал из квартиры маминого сотрудника Николая Брагина. Следователь попытался снова завести разговор о камне, зажатом в руке Ольги Казанской. Дочь уверенно подтвердила, никогда раньше камня не видела. Мама любила украшения, но отдельно камни не покупала. Такой в магазине и не продается. Результаты экспертизы, проведенной по камню, еще больше озадачили следователи. В собственной квартире выстрелом в сердце убит генерал-полковник Алексей Казанский. Рядом с военачальником лежало тело его жены. Ольгу задушили. В сжатой руке генеральши обнаружили большой алмаз правильной формы. Становится известным, что за две недели до этого, на дне рождения Казанской, произошел скандал. Генерал вытолкнул из квартиры гостя, сотрудника супруги Николая Брагина. Андрей Иванович, экспертиза получилась весьма интересной и очень показательной. Меня всем научили, и сейчас я вам покажу. Сравните. Это алмаз, изъятый по делу украшен на ювелирном заводе. Не обработанный. Если внимательно посмотреть, можно увидеть вкрапление. Да-да-да, еле заметное, да. А в нашем алмазе их нет. Он совершенно чистый. Так, а может, просто хорошая подделка? Такой богатой даме могли стекляшку подсунуть? Я вас умоляю. Экспертиза подтверждает, что алмаз настоящий. Но существует одно но. Он создан не природой, а человеком. Он искусственный. Это как? Алексей, это называется научный прогресс. Я не удивлюсь, если это секретная разработка. Так а что же тут секретного? Это же броня. Его не разбить. Наука, говорите. Наука. Ладно. Узнаем. Леша, сгоняй к убитой на работу. Найди этого Брагина. Этого очкарика с линзой. Станислав Борисович, браво. Брагина на работе не оказалось. Оперативник поговорил с другими сотрудниками, которые тоже были на дне рождения Казанской. Секретарь говорила, что никакого конфликта не было. Мы были одни девочки. А потом раз, Николай Васильевич пришел. Но, к сожалению, выпил рюмку и бежать. А от чего бежал? Ну, он всегда торопится. К жене. Я его секретарь. Я все знаю. Болеет она. Это все? Да. Ну, большое вам спасибо. Подождите, пожалуйста. Я тогда все слышала. Оля, ты должна все вернуть. Оленька, нас ждут. Это что? Вон отсюда. Вон отсюда! Давай, давай. Быстрее. Схватил Брагина и вышвырнул за дверь. Прям с лестницы спустил, представляете? Из чего это он так, а? Не догадываетесь? Приревновал. Да. И были причины. Я сплетни распускать не буду, но было между ними что-то. Всегда по углам шуршукались. А у Брагина еще и жена болеет. Так что... Ясно. Домашний адрес Брагина в отделе кадров? Я его знаю, я напишу. Дома оперативник Брагина не застал. Поговорил с соседями. Они рассказали, что у его жены астма. Она часто уезжала лечиться. И Брагин оставался один. Скажите, к нему кто-нибудь приходил? Вот эта женщина, например. Была. Видела ее несколько раз. А вот эта, кстати, здесь частенько бывает. Я бы даже сказал регулярно. Спасибо. Стоять! Милиция! Ну и что, что милиция? Я же ничего не сделал. Вы приехали к Брагину, а он подозревается в убийстве. Пытайтесь скрыться. Вот и объясните мне почему. В убийстве? Вы что, обалдели? Я ничего не знаю о вашем убийстве. Зачем приехали? Из-за сертификата. Какие сертификаты? Говори быстро. А ну иди сюда. Иди сюда. Ну что, я жаловаться на вас буду. Не будешь. Пусть твое рыло у тебя впуху. Отпустите. Максим Данилович Ивасюк оказался сыном дипломатического работника. Рассказывать стал, когда его припугнули, что о его задержании доложат папе. Максим сознался. Приезжал к сотрудникам внешпосылторга Брагину и Казанской. Получал деньги за сертификаты, которые выдавали его отцу. Тот уже три года работал за границей. Брагин и Казанская предложили парню сделку. Он получает деньги вместо сертификатов. Испуганный Ивасюк, конечно, понимал, что Брагин и Казанская подделывали подпись отсутствующего дипломата и присваивали сертификаты. Возможно, продавали. В квартире Брагина провели обыск и нашли ценные бумаги внешпосылторга. Они оказались той же серией, что и обнаруженные в квартире убитых. Брагина задержали. Возможно, аферы с дефицитными сертификатами и стали причиной убийства семьи Казанских. Оправдываясь по махинациям сертификатами внешпосылторга, Брагин все валил на свою покойную коллегу Ольгу Казанскую. Кто подделал его подписи? Да это Ольга Ивановна. Я прошу прощения, товарищ следователь, не проследил за подчиненной. Да хорош комедию ломать. Какая подчиненная? Казанскую видели у вас дома. Вы любовники? Ну да. У нее престарелый муж. У меня больная жена. Вот на этом мы сошлись. Наша связь никому не мешала. А ее муж так не думал. Генерал оказался крутого нрава. Тут уже либо вы его, либо он вас. Вы оказались попроворнее, да? Да не убивал я, даже не знаю, о чем вы говорите. А Казанская, наверное, перестала с вами делиться. Как-то у вас тут все очень сложно запутано. Сын дипломата, вы, она решили развязать все одним махом. Да, Ольга действительно зажала сертификаты. Отказывалась поделать подписи. Вообще стала игнорировать встречи и уходить от сделки. Брагин почувствовал, что-то поменялось. Решил за Ольгой проследить. Увидев ее с молодым мужчиной, решил, что Казанская променяла его на нового любовника. С ним, наверное, и дела будет крутить. Ревность и деньги – серьезные причины. За такое можно и задушить, верно? Да не душил я! А зачем? Зачем тогда вы следили за ней? Вы же сами мне только что об этом сказали. Когда вы были последний раз у нее? Ну вот тогда, на дне рождения, пальцы выбиты, плечо синее. Генерал – псих! А когда их хоть убили? В воскресенье. Тем более, я был у жены в санатории, навещал. Проверьте! Проверим. Алиби Брагина подтвердилось. Он действительно провел выходные в санатории с больной женой. Правда, отпускать его было рано. Прокуратура возбудила дело о незаконном обороте сертификатов внешпосылторга и махинациях с ними. Но в деле убийство генерала и его жены следствие потеряло подозреваемого. Правда, от версии преступления на почве ревности не отказались. Брагин утверждал, что у генеральши был молодой любовник. Информация требовала проверки. Следователь Кровец сложил для себя психологический портрет Ольги Казанской. Похоже, эта женщина мало что делала просто так. Если одного своего любовника она использовала для офер, то почему не могла втянуть и другого? Но искусственный алмаз, редкий по тем временам камень, по ощущениям следователя, не случайно появился в этом деле. Радиола играла непрерывно двое суток. Игла не затупилась, будто не работала. Испытывалась новинка. Алмазная игла. Синтезировать или, как принято говорить, выращивать самый прочный и твердый минерал алмаз, ученые научились после Второй мировой войны. Хотя еще в 1939 году советский физик Овсей Лейфунский сделал все необходимые расчеты. В 50-х на основе этих разработок алмазы создали в Швеции, США и СССР. Столице Советской Украины, городу Киеву полторы тысячи лет. Но никогда в его недрах алмазов еще не находили. Однако именно здесь, в Киеве, научились делать алмазы в промышленных масштабах. Институт сверхтвердых материалов Академии наук Украины. Здесь получают почти все разновидности алмазов, творимых природой. Искусственные алмазы использовали в промышленности для изготовления сверхпрочных деталей. Информация о месте синтеза искусственных алмазов была закрытой. Однако следователю Кравцу дали возможность побывать в институте сверхтвердых материалов. Ух ты, какой красавец! Но это не наш. Наши все на месте. Вячеслав. А вон там у нас находятся аппараты для синтеза под давлением. Десятки тысяч атмосфер. Несокрушимо. Вы знаете, что с греческого алмаз переводится как несокрушимо. Но туда нужен спецдопус, так что простите. Понимаете, в нашей лаборатории украсть невозможно. Мы режимный объект. Чтобы открыть сейф, нужно присутствие нескольких человек. А вот журнал учета продукции. Скажите, а алмаз могли украсть на одном из заводов, куда вы их поставляете? Смотрите. Они по сравнению с вашим. Мы синтезируем мелкие алмазы. А ваш просто гигант. Теоретически мы такие булыжники могли бы синтезировать. Но пока только теоретически. К сожалению. Даже представления не имею, откуда он мог такой взяться. Оперативник Степанченко в это время пытался установить личность молодого человека, которого Брагин назвал новым любовником Ольги. Вы видели, к Казанцеву приходил молодой парень. Может быть, кавалер Наташи, может быть, просто знакомый. Знаете, у Наташи был жених, Васька. Хотя, разве родители бы допустили? Ольга вообще не воспринимала его. Сама лично видела. Ну, вот и пришли. Мне пора, а то мама скоро придет. Наташ, давай минут пять еще погуляю. Ну, пять минут. Ладно, давай. Портфель отдал? Марш домой. А тебя, чтобы я больше возле своей дочери не видела? Голодранец. Переживал парень. Жалко его. А знаете, где его найти? Кто ж его знает, где он живет? Не смогу вам помочь. Ладно. У Наташи спрошу. Историю своей первой любви Наташа рассказывала неохотно. Понимаете, Вася, он как бы из другого мира. Весь такой веселый, дерзкий. Но мама, она всегда хотела, чтобы у меня был состоятельный жених. Я Васю даже в гости боялась позвать. А я просила присмотреться к нему. Но мама... Мамочка! Ну и чего вы девчонку расстраиваете? Сирота она теперь. А Вася этот в дом приходил. Обманула? Она его не видела. А Ольга просила ей не говорить. Очень интересно. Стояли в прихожей, шептались. О чем? А я знаю. Я же говорю, шептались. Мне бы адрес его. Ждите. Сейчас он Наташа спрошу. Следователь изучал записи в журнале контроля продукции научно-исследовательского института. Ничего подозрительного не нашел. Не там мы ищем. А что там у тебя? Ты нашел Василия? В коммуналке, где он проживает, его уже три дня никто не видел. Как раз с тех пор, как убили Казанских. Говорят, что он крутился возле уголовников. А он дома один живет? Мать его померла три года назад. Теперь один. Какие мысли? Понимаете, Ольга этот алмаз должна была где-то взять. Да, должна какая-то ниточка быть. Так и я о чем? Васю этого видели возле скупки золота. Должно быть ворованным промышляет. Мог поймать где-то такую вещицу и отнести ее платежеспособной тетечке. А дальше? Не похож этот Васька на такого лютого, чтоб так зверски. А проболтаться мог. Матерых навел. Таких матерых, которые в хате ничего не взяли, да? В такой-то хате. Не смогли кулачок разжать, чтобы алмаз забрать. Нет, что-то не клеится. Ну, а вы чего? Да, ничего, все ровно. Аккуратно, как в аптеке. Три месяца назад отключение электричества было. Все. Знаешь, Леш, а ты в скупку сходи, там, где этот Вася метется. Спроси местного участкового. Может, шпана знает, где он, где этот красавец. А я в НИИ разузнаю, что там с отключением света произошло. Меня интересует случай. В НИИ следователь выяснил, что три месяца назад, во время отключения электрики, синтез алмазов действительно оказался под угрозой. Тогда свет на два часа вырубился. Синтез прервался, и алмаз не получился. Может быть, украли? Шутите? Аппарат открывается в присутствии нескольких человек. Это сложные физико-химические процессы, товарищ. Так что, увы, бывает не все получается. Уберите сейчас же, я милицию вызову. А я и есть милиция. Судя по всему, камень вам знаком. Я так и знал. Несколько дней назад мне его Васька из местной шантропы приносил. Я его прогнал. А потом пришла солидная, красивая женщина. И попросила его оценить. Понимаете, у нас бриллианты в изделиях. А тут алмаз чистой воды. Работник скупки читал в журнале «Наука и жизнь» об искусственных алмазах. Никогда раньше их не видел, но предположил, что перед ним именно он. Об этом и сказал. Дама расстроилась и ушла. Вот это дамочка. Да, это она. Она приходила. Яковлевич, вот, как просил. Уйти. Потом. Это для внучки. Ей витамины нужны. Она болеет у меня часто. Какой вы заботливый дедушка. А я вот еще даже не отец. Но зачем ювелиру соковыжималка, знаю. Советская соковыжималка. Именно такую дефицитную вещь принесла продавец универмага пожилому скупщику. В соковыжималке стоял шумный, но достаточно мощный двигатель. Подпольные ювелиры переделывали его вращающуюся часть в механизм для огранки камней. Такой перенести легко спрятать и работать в любом месте. Кустарная огранка по тем временам преступления. Изготовление ювелирных изделий разрешалось только государственным предприятиям. А огранка драгоценных камней осуществлялась всего на нескольких предприятиях Советского Союза. А эта дама знала, кому идти. Огранкой камушков занимаетесь? Нет, что вы. Я занимаюсь только приемом. Мы расследуем убийства. И все, кто будут скрывать правду... Я вам все расскажу. Все расскажу, как было, да. Дамочка, вообще-то мы такие не принимаем. Да и у вас проблема будет продать такой большой. Хотите дельный совет? Предлагаю распилить. Да во что? Будет много камушков. Вставите в колечки. Возьметесь? И вы взялись? Нет. Я же говорю, я только принимаю. А она? А она начала настаивать. Говорит, я вам показала и больше показывать другим опасно. Пообещала за работу сертификаты внешпосыл турка. А кто-то после нее приходил с такими камнями? Нет, не было. Если кто-то придет, обязательно звоните. Да. Ясно? Конечно. В тот же день следствию стало известно, что в морге находится труп Василия Семенченко. Того самого парня, с которым встречалась Наталья, который был связан с погибшей Ольгой и принес первым камешек в скупку. Тело опознали соседи Василия по коммуналке. Оказалось, шесть дней назад, в день убийства супругов Казанских, его нашли в парке с пробитой головой. По заключению судмедэксперта причиной смерти был не удар по голове. Василия задушили. Сыщики стали устанавливать круг его общения. Смотрели квартиру, но ничего подозрительного не нашли. Соседи рассказали, что в последнее время к Васе приходил его одноклассник. По внешнему виду человек приличный, не шантропа. Имени его никто не знал. Следователь отправился в школу, где учился Василий. В собственной квартире выстрелом в сердце убит генерал-полковник Алексей Казанский. Рядом с военачальником лежало тело его жены. Ольгу задушили. В сжатой руке генеральши обнаружили идеально чистый алмаз. Как оказалось, искусственный. Следствие выясняет, генеральша каким-то образом связана с Василием. Ухажером ее дочери. Именно он приносил в скупку искусственный алмаз. Позже с тем же камнем туда приходила генеральша. Следователю сообщают, что тело Василия почти неделю лежит в морке. Вы знаете, что случилось с Василием? Известие о гибели Васи его учительницу Марию Степановну не удивило. Она сказала, что так и знала, что Вася закончит плохо. Учиться он не хотел, дрался, воровал. И дружки были такие же. Меня интересуют его одноклассники. Скажите, у вас сохранилось фото их выпуска? Да, конечно. Одну секундочку. Зайдрой! Следователь уже приготовился записывать фамилии Васиных одноклассников, когда его внимание привлек портрет скромного мальчика. Его лицо кого-то напоминало. Это не Васин, друг. Это наша гордость. Славик. Знаете, всего в жизни сам добился. Теперь большой ученый. Я могу попросить у вас это фото? Да, конечно. Спасибо большое. Вы мне очень помогли. Пожалуйста. Кравцов, агенты, тафль! Садитесь. Интересные у вас брюки, Вячеслав? Клеша? С французского клеш колокол. Брюки колокола. Такой покрой низа штанины был известен и раньше. Он появился у моряков. Легко подкатать штанины, чтобы не замочить их. Вот зачем морякам такие брюки. Но в 70-е специфический крой становится всеобщей модой. Именно в таких брюках участники группы «Битлз» на обложке своего альбома 1969 года «Эбби Роуд» переходят дорогу по пешеходной земле. Советская промышленность широкий клеш не выпускала, дабы не способствовать бездумному копированию западных веян. Поэтому желающие пофарсить в колоколах заказывали себе такие брюки в эндпаши. Я на работе в нормальной одежде хожу. Вы меня с дома привезли. В свободное время хожу, как хочу. Незадачка. Где-то порвали. Я так старался нитки подобрать. Как же это вас угораздило? Представляете, даже не заметил. Пришел с прогулки, дыра. Цепляется всюду. Не привык так ходить. А вы были в квартире у Казанских? Да, был один раз случайно. Меня Вася попросил к ним сходить. Зачем? Мы встретились недавно. Он сказал, что влюбился в одну девушку, а ее мама против их отношений. Говорит, что он шантропа из коммуналки и не читай их дочери. Вот Вася решил за счет меня свой авторитет поднять. А вы? Я согласился. Мы пришли. Наверное, там и зацепился. Вот что бы вы сделали на моем месте? Убили людей. На месте преступления нашли нитку от ваших штанов. В руке убитой искусственный алмаз. И надо же, какое совпадение. Среди полутора миллионов людей, проживающих в этом городе, именно вы занимаетесь созданием искусственных алмазов. Вам же сказали, что это не наш алмаз. Лешан, оформляй на трое суток. Сними отпечатки пальцев и сравни с теми, которые были в квартире убиты. За что? За какую-то нитку? Ковоиный! Все равно не верю я. Да не рисковываю. Чтобы так задушить, это уметь надо. Так, Андрей Иванович, я порылся. Он служил в спецподразделении и в школе ходил на борьбу. Тихоня. Интересно. Чего делать будем? Будем доказывать, что этот алмаз из их института. Сыщики воспроизвели в лаборатории научно-исследовательского института обстоятельства нештатной ситуации с отключением электрики. Роль лаборанта взял на себя оперативник Степанченко. В полной темноте он открыл аппарат, сигнализация не сработала. Все убедились. Возможность взять алмаз из аппарата и сказать, что он не получился, была. Полюхович всем сказал, что поссорился с мамой и попросил пожить в лаборатории две недели. А на тринадцатые сутки внезапно отключается электричество. И что? Как-то слишком сразу они с мамой помирились. А у меня ведь тоже кое-что интересное. Я ведь с девушкой его поговорила. Потом, потом. Ну что, гражданин Полюхович, вы до сих пор настаиваете, что в вашей лаборатории невозможно вырастить такой алмаз? Вам же наш замдиректор рассказал, что нельзя. А он поменял свое мнение. Вчера, когда на вашей книжной полке нашел ваши расчеты. Разнюхали. Алмаз уже растет. Я думаю, он будет не меньше, чем ваш. Будет, Полюхович? Это мой метод, и он работает. И что теперь? Вы хотите, чтобы я признал вас гением? Пусть этим занимаются ваши коллеги. Меня интересует, как камень попал в квартиру Казанцевой. Это все Васька. Ну что? Полюхович действительно случайно встретился с бывшим одноклассником. Жизни не видишь. Да я. Что ты? На своем ремесле за 150 р всю жизнь пахать будешь. Вот в этой тетрадке находится то, что сделает мне миллионером. Тетрадки? Серьезно? Ну даешь, ну-ка. На, смотри. Что за стекляшка? Алмаз. Мы пришли к одному скупщику. Тот не принял. Вася сказал, что знает одну женщину, которая забирается в камнях. Рассказал о невесте, о ее родителях. Я отдал ему алмаз. А он после этого стал избегать встреч со мной. Погоди, погоди. Ты же говорил, что к Казанским приходил с Васькой. Я просил. Он не взял меня. Тогда получается, что нитка от брюк. Вы пошли к Казанским за алмазом. Пошел. Она сказала, что не знает никакого Ваську, я никакого камня не слышала. Я никого не убивал, просто ушел. А кто это может подтвердить? Генерал и его жена мертвы. Зря отмалчиваешься. Я же с твоей девушкой разговаривал. Она ведь в вашем институте работает. Вы не понимаете, какого человека арестовали. Слава же настоящий талант. Да, 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 показания сняла. Да, да, все записала. Вы сначала с позавчерашними показаниями разберитесь. Там было отклонение. Скажите, а что это за белый порошок на перчатках? У вас такие вопросы? Мы посыпаем перчатки тальком, чтобы к рукам не прилипали. А это что, тоже улики? Возможно, возможно. Экспертиза показала, что на шее Ольги Казанской были найдены частицы талька и резины. Семенченко задушили таким же способом. Опять совпадение. А в твоей сумке мы нашли следы талька. Палюхович, хватит врать. Говорите правду. Она взяла меня в оборот. Стала шантажировать. Сказала, что с помощью генерала зныит меня в тюрьме. Так, значит, ничего не знаете. Впервые слышите. Вы, наверное, ошиблись адресом. Извините. Молодой человек. Если вы говорите правду, то вы, наверное, не зря ко мне зашли. В смысле? Предлагаю поставить производство алмазов на поток. Я займусь их реализацией и прикрою вашу работу в ней. Нет, исключено, я не буду этого делать. Подумайте. Хорошенько подумайте. Извините, нет. Тогда за тобой придут уже завтра и за этот алмаз тебя расстреляют. Понятно? Так, значит, камень у вас. Да. И пока он у меня, ты висишь на волоске. Сколько людей могут его вырастить? Тебя обязательно найдут и уж поверь мне, я помогу. Пошел вон, скотина! Где камень? Не подходи ко мне! Не подходи! Нет! Нет! Я искал алмаз. Рылся в сейфе, мукнулся на пистолет. Тут генерал вернулся. Я с предохранителя и в упор. Выхода не было. Ты и Семенченко порешил, потому что выхода не было. Он думал, что со мной так можно. Все-таки нашел меня? Пошли, разберемся. Ты чего? Пугать меня вздумал? Уйдем с дороги. Ну, пошли. Ты чего хотел? Генеральша твоя мертва, как и ее муж. Ты выживешь, если отдашь камень. Я ей его отдал. У нее спроси. Значит, все получилось случайно? Вы не планировали? Конечно, не планировал. А перчатки зачем с собой взял? Ты сточил из лаборатории. Для мамы. У нее аллергия на стиральный порошок. Да. Таинственные вы. Как и ваш алмаз. Разработку младшего научного сотрудника по выращиванию крупных алмазов используют до сих пор. Однако, ее автор об этом не узнал. За тройное убийство Вячеслава Полюховича приговорили к исключительной мере наказания смертной казни. Продолжение следует...